В этом видео вы узнаете, почему именно у вас Витилиго и какие причины привели к нему. Зная причины, вы сможете избежать вредных методик лечения и выбрать для себя тот путь, который поможет вам справиться с белыми пятнами на коже. Все вам что-то постоянно говорят. Витилиго то, Витилиго это. И вот честно вам скажу, некоторые высказывания даже ведущих специалистов вызывают испанский стыд. Поэтому давайте сначала поймем процесс, для того, чтобы его можно было исправить. Что есть у здорового человека и отсутствует у больного Витилиго? Это очень важно понять, чтобы не попасть на удочку жуликов. Для начала разберемся с меланином. Производство меланина, пигмента кожи, называется меланогенез. Меланоциты это клетки, которые производят меланин. Они находятся в базальном слое кожи, это самый глубокий слой кожи, в котором как раз и зарождаются клетки кожи. У меланоцитов есть отростки длиной до десятой части одного миллиметра. И получается, что при зарождении новой клетки кожи, которые называются кератиноциты, эти меланоцитовые отростки соприкасаются почти с каждой такой клеточкой кожи. Но этими же отростками меланоциты соединяются в группы, чтобы помогать друг другу производить меланин. Как именно происходит приготовление меланина, не столь важно. Однако необходимо понимать, что для его рецепта вам понадобится аминокислота тирозин. А аминокислоты это кирпичики, из которых состоят белки. Затем вам нужен цинк и медь. Когда все продукты есть, в меланоците создается капсула, которая будет содержать меланин. Эта капсула называется меланосома. Биосинтез меланина начинается на внутренних мембранах меланосом. По своим отросточкам меланоциты передают меланосомы клеткам кожи. И еще важная информация, без которой никак. В вашем теле есть регуляция этого процесса. Меланогенеза, то есть производство пигмента. Катихоламины это медиаторы нервной системы. Они влияют на гипоталамус. Задача которого обеспечивать как бы постоянство и стабильность внутри человека. Например, он помогает регулировать температуру, потоотделение, управляет вегетативной нервной системой, которая регулирует работу абсолютно всех внутренних органов и желез. И многое другое. Так вот, в ответ на катихоламины, гипоталамус стимулирует небольшой кусочек гипофиза, чтобы тот выработал меланостимулирующие гормоны. Это в обычном состоянии. Но доподлинно известно, что меланостимулирующие гормоны еще вырабатываются на облучение ультрафиолетом. На процесс этой регуляции влияют гормоны надпочечников, гормоны щитовидной железы, гормоны половых желез, стресс, химические и физические факторы. Смотрите, сколько много всего мы рассказали. Но даже до аутоиммунного проявления витилиго мы еще не дошли. Как видите, это очень сложный процесс. Возможно, поэтому, когда вы приходите к врачу, вам обычно говорят, что витилиго не лечится. Это генетическое и все в этом духе. Конечно, в такой процесс вмешиваться очень сложно. Значительно проще все списать на генетику. От витилиго же рука или нога не отвалится. Так зачем вам тогда искать ответ? Но с нами вы все узнаете. Как вы смогли заметить, для того, чтобы получить меланин, нужно цинк иметь. Почти все вы поголовно их когда-то пили или, может быть, даже сейчас пьете. Во-первых, и цинка, и меди очень много в животном мясе, особенно в красном, почках и печени. Их там настолько много, что в организме человека нет механизма для того, чтобы накапливать цинк или медь. Если ваша причина витилиго именно в дефиците этих веществ, это указывает, скорее всего, на слабую кислотность желудка. Потому что для их усваивания из мяса или, например, почек, вам нужна сильная кислотность желудка. Только не бойтесь изжоги. Она-то как раз сигнализирует о том, что кислотность желудки слабая. Во-вторых, мы обычно не рекомендуем принимать цинк и медь по одной простой причине. Конечно, если вам врач их назначил, он знает лучше, так как все же там у вас на приеме индивидуальный подход. Но вот почему мы не рекомендуем, вы тоже должны учитывать. Дело в том, что если вы, например, будете пить медь, слишком часто от этого развивается дефицит цинка. И наоборот, если вы пьете цинк, у вас развивается дефицит меди. Загвоздка в том, что ваш организм получает эти вещества без вспомогательных кофакторов и разных активаторов и носителей, которые присутствуют в пище. Поэтому это как бы рушит внутренний баланс организма. Частенько. Но если причина вашего витилиго именно в этом, значит, вам будет не хватать еще и мяса. Ну, точнее, животного белка. Именно животного, а не растительного. Дело в том, что хоть меди и много в некоторых бобовых культурах, в какао-порошке, некоторых злаках, оцинка много в пшеничных зародышах, горохе, овсянке и некоторых отрубях. Для вас такие продукты будут больше причиной витилиго, нежели хорошим источником. На нашем канале есть ролик, в котором мы рассказываем о том, что надо кушать, чего не стоит, в каком количестве и почему. Так вот, вам необходимы еще аминокислоты. В растительном белке их очень мало. Трава не бегает, овощи не охотятся, горох не ищет себе спутника на всю жизнь. То есть, там меньше выбора кирпичиков для построения ваших собственных белков и даже других кирпичиков, аминокислот. Это дает вам еще две проблемы. Первое, это то, что кожа и выработка пигмента не настолько важны, как работа внутренних органов. Если у вас дефицит, в первую очередь, вещества пойдут именно в приоритетные места и на важной задаче, как, например, выработка гормонов. Кожа в списке приоритетов не занимает лидирующую позицию, поэтому, скушав БАДы, с цинком и медью, они не пойдут напрямик в кожу. А решением могут быть крема и мази с их содержанием. Вторая проблема в том, что ваша кожа на самом деле очень толстая и прочная. Поэтому кремам и мазям, с цинком и медью будет очень сложно проникнуть в места, где они необходимы. Поэтому все же рассмотрите, пожалуйста, коррекцию питания по нашей методике. Хорошо, с этим разобрались. А теперь это страшное понятие аутоиммунное заболевание. Аутоиммунное заболевание это когда иммунитет атакует клетки тела и в тех местах происходят хронические воспаления. Можно сказать, что строится все вокруг витамина Д. Если вкратце, витамин Д регулирует воспаление в вашем организме, а также активность иммунной системы. Если вы хотите узнать подробнее о витамине Д, на нашем канале уже есть ролик про него. Я вам гарантирую, там информация, без которой вам будет очень сложно убрать пятна витилиго. Давайте продолжим разбираться с вашим витилиго. Итак, у вас появляются хронические воспаления по всему телу, которые вы не замечаете или к которым вы уже привыкли. И вот часть из воспалений начинает проявляться на коже. И у вас появляются пятна витилиго. При воспалении, особенно хроническом, вырабатывается избыток перекиси водорода. Эта перекись водорода разрушает меланин. И у вас образуются белые пятна. Есть препарат, который называется Витикс. В нем есть экстракт дыни и какое-то мизерное количество полезных веществ, которые должны помочь вырабатывать меланин. Экстракт дыни помогает вывести перекись водорода. И она перестает разрушать пигмент. Задумка очень хорошая. Но если бы все-таки они немножечко вспомнили химию школьных времен, они бы вспомнили и то, что перекись водорода нестабильное соединение и довольно быстро разрушается самостоятельно. А значит, надо бороться не с ней, а с ее причиной, и тогда воспаление исчезнет. Перекись водорода не будет в коже, и ваш пигмент восстановится, и витилиго покинет организм. Обычно, когда вы читаете про витилиго, практически всегда упоминается стресс. Нужно расслабиться, надо перестать нервничать, надо помедитировать и всякие разные другие вещи, которые по какой-то причине помогают только каким-то эфемерным знакомым и гипотетическим примерам. А вот вам это не помогло. Здесь тоже надо понять, что есть на самом деле стресс, и почему он вызывает витилиго. Итак, у вас есть симпатическая и парасимпатическая нервная система. Симпатическая нервная система отвечает за состояние «бей» или «беги». Она включается в ответ на стресс, когда надпочечники выплескивают адреналин и кортизол в кровь. Это обычный стресс. Парасимпатическая нервная система отвечает за правильную работу всех органов и за то, чтобы вы успокаивались сразу после стресса. По своей сути, она всегда доминирует в вашем теле. Ну, по крайней мере, должна доминировать. Что же такое этот пресловутый стресс, который как раз провоцирует появление белых пятен? Хронический стресс. В нашем мире в настоящее время жизнь не особо сладкая и приятная. Все мы работаем по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всем нам надо постоянно разбираться с какими-то проблемами и решать какие-то дела. И вот все это заставляет ваши надпочечники как бы держать ваш организм на маленьком огне. Постоянно, понемногу выплескивая кортизол и адреналин. Это приводит к тому, что все чаще и чаще работает именно симпатическая нервная система со своим кредо «бей или беги». Но не на всю мощь, а просто постоянно. Это приводит к тому, что именно симпатическая система в вашем организме начинает доминировать. Вы перестаете нормально засыпать, вы перестаете нормально просыпаться, вы в принципе не высыпаетесь. Так как парасимпатическая нервная система постепенно выдавливается из-за штурвала. Ваши органы начинают плохо работать, рушится эндокринная система и у вас появляются разные дефициты. Как вы видите, все это восстановить самостоятельно очень сложно. Ведь, кроме всего прочего, обычно проблема не только в одном лишь органе или каком-то обычном дефиците. Вы с этим идете к врачу и вам прописывают стандартные анализы, даже не проверяя состояние ваших надпочечников и даже не делая вам анализа крови на витамин D. Максимум вам могут прописать иммунодепрессанты, ультрафиолетовую лампу. Сопровождая это все словами, что Витилиго не лечится. Если не понимать процесса, как это происходит, то, конечно, как это вылечить. Благо, мы специализируемся на Витилиго, пока вы восстанавливаете внутренние процессы, на которые может уйти несколько лет. Вы можете уже сейчас воспользоваться нашим кремом Вициферол. Он не волшебный, но помогает в 93% случаев. Обычно эффективность крема зависит от того, нанесло ли ваше прошлое лечение урон вашему же организму. На нашем канале есть ролики результатов применения крема. Поэтому переходите по ссылке в описании и начинайте уже сейчас избавляться от пятен. Потому что стресс это хоть и сложная система, но на одной лишь симпатической и парасимпатической нервной системе все не останавливается. Дело в том, что для производства кортизола нужно очень много витамина D. Это значит, что пока у вас постоянно вырабатывается витамин D, вам его постоянно будет не хватать для регуляции работы иммунной системы. И поэтому она будет продолжать атаковать. Так как кортизол это противовоспалительный гормон, он вырабатывается еще и в ответ на воспаление, чтобы его убрать. Но и воспаление становится еще больше, а значит и кортизола надо еще больше, а значит и витамина D будет еще больше не хватать. Итак, по замкнутому кругу. В нашем ролике про питание мы рассказываем, какие пищевые добавки могут помочь выйти из этого поручного круга. Однако, хотелось бы отметить одну интересную добавку. Мелатонин. Это очень интересный гормон. На самом деле, кроме как вырабатываться в эпифизе головного мозга, его вырабатывает почти каждая клетка вашего организма. Одна из недавно обнаруженных его задач, это свойство антиоксиданта. По-простому он устраняет окисление. Мы вам очень советуем обратиться к эндокринологу, чтобы только совместно с ним вы смогли разработать курс именно лечебного приема мелатонина. Понимаете, то, как обычно самостоятельно люди решают его принимать, эффекта почти никогда нет. Так же, как и при попытке самостоятельно лечиться витамином D. Если, например, вы сдадите анализ крови на витамин D и он выявит дефицит, что, скорее всего, и будет, тогда эндокринолог вам составит курс и будет следить за тем, чтобы у вас не было осложнений. Потому что те дозировки, которые лечебные, самостоятельно себе назначить нельзя, так как могут привести к камням в почках и другим очень неприятным последствиям. Поэтому к лечению надо подходить ответственно. Иначе вы просто будете пить мелатонин или витамин D и попросту выбросите деньги на ветер, так как не почувствуете изменений. Несмотря на то, что как раз-таки выход вы смогли нащупать в этой темноте. На проблеме щитовидной железы в этом ролике мы не будем останавливаться, так как мы сняли отдельный ролик про щитовидную железу и витилиго. Там все подробно описано. Наверное, надо подчеркнуть только, что при витилиго есть примерно 30% вероятности, что анализ крови на аутоиммунные заболевания щитовидной железы будет положительным. Но вот о гормонах половых желез мы все-таки должны сказать очень важную вещь. Но посмотрим мы на проблему совсем с другой стороны. Поджелудочная железа. В основном поджелудочная железа известна нам тем, что из своих многочисленных функций она вырабатывает ферменты для переваривания жирных продуктов. После того, как те были обработаны желчью и, конечно же, инсулин. И вот инсулин, по нашему мнению, это одна из самых сильных причин витилиго. Ну, точнее, количество инсулина, которое плавает в вашей крови. Когда вы кушаете сахар, да, в принципе, любой сахар, неважно, какой пик, всплеск инсулина у вас будет на продукты питания. Тут важно, какое количество, например, за месяц, в вашем организме выработалась инсулина. Инсулин вырабатывается в ответ на глюкозу. Ваш организм может работать только с глюкозой. И поэтому, когда вы кушаете крахмал, который, по сути, цепочка связанных между собой сахаров, или фруктозу, ваше тело начинает превращать эти сахара все в ту же глюкозу. На нее вырабатывается инсулин. И вот этот инсулин на самом деле очень доминантный гормон. Одна из задач инсулина это брать глюкозу, подносить ее к клетке, и клетка тогда запускает этот инсулин с глюкозой в себя. Когда сахара постоянно слишком много, клетки тела устают от инсулина и перестают на него реагировать. Это называется инсулинорезистентность. Но ведь со всей этой глюкозой, которая безостановочно поступает в вашу кровь, что-то надо делать. Тогда поджелудочная железа начинает вырабатывать его еще больше. И еще, и еще. Это называется преддиабет. Да-да, именно, это замкнутый круг в итоге приводит к диабету. Но это не самое страшное. Инсулин, как я уже сказал, очень доминантный гормон. Он настолько сильный, что подавляет даже тестостерон, эстроген и эстрадиол. А это, на минуточку, половые гормоны. Излишек инсулина, как молот по наковальне, бьет со всей силы. А между молотом и наковальней ваш хрупкий гормональный баланс. Это все тоже приводит к дефициту питательных веществ и различным заболеваниям. Так что в России от витилиго страдает почти полтора миллиона человек. При этом, ежегодный прирост больных витилиго детей составляет четыре с половиной процента, а взрослых шесть с половиной процентов от всех больных в России. Убирать все причины витилиго сложно и берет время. И с этим вам поможет наш протокол питания. И пока вы этим заняты, вы можете уже сейчас начать убирать пятна витилиго с помощью нашего крема Вициферол. Переходите по ссылке в описании ролика, покупайте Вициферол и смотрите наше видео.